Десна ТВ Сводка криминальной обстановки Праздник флоки для особенных детей Счастья, мира, спокойствия и любви. С праздником! Концерт «12 месяцев», посвященный Дню Матери День борьбы со СПИДом был провозглашен в 1988 году С целью напомнить обществу о страшной неизлечимой болезни А также в память о тех, кто не смог пережить этот недуг Десногорские школьники не остаются в стороне от этой мировой проблемы Ученики старших классов из первой школы провели на улицах Десногорска Акцию в канун Всемирного дня борьбы со СПИДом В этом году этот день отмечается 1 декабря Они раздавали прохожим красные ленточки, петельки Символ борьбы с этой неизлечимой болезнью Они останавливали десногорцев, интересовались, что прохожие знают о СПИДе Рассказывали о том, как можно заразиться этой болезнью И как нужно защищать себя от нее Они старались привлечь внимание наших горожан к этой мировой проблеме Советовали почитать специальную литературу, чтобы быть более осведомленными о мерах предосторожности от этого смертельно опасного заболевания В областной администрации состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции С начала года в области уже изъято более 72 тысяч литров незаконного алкоголя и 127 тысяч левых пачек сигарет По итогам обсуждений комиссии принято решение рекомендовать сотрудникам полиции совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провести проверки оптовых баз и розничных точек реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 24 ноября в Рославле произошло крупное возгорание Как сообщили в Главном управлении МЧС по Смоленской области огнем был охвачен шиномонтаж На ликвидацию пожара ушло несколько часов В результате происшествия строение выгорело изнутри по всей площади огнем уничтожено 15 покрышек и оборудования Пострадавших нет О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 107 сообщений о происшествиях Из них 6 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 95 административных правонарушений В том числе 84 нарушения правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения К ответственности привлечены 2 человека За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения В общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек А сейчас новости спорта В Смоленске завершились ежегодные юноармейские военно-спортивные игры на Кубок Губернатора В течение недели ребята состязались в беге, плавании, стрельбе из пневматического оружия Проходили военизированную эстафету за право считаться лучшими в регионе Кубок Губернатора завоевали ребята из Вязьмы Они отправятся на экскурсию в воинскую часть спецназначения в Подмосковье В нашем регионе дзюдо с каждым годом набирает популярность В Смоленске стартовал открытый межрегиональный турнир под дзюдо Памяти героя Советского Союза Михаила Егорова В этом году в состязаниях принимают участие мальчики и девочки 2004 и 2005 годов рождения Спортивная ценность турнира заключается в том, что тренером и участником Он дает возможность войти в осенне-зимний спортивный сезон и получить важный соревновательный опыт Праздник День Матери, наверное, самый молодой, но тем не менее получил большую популярность А по мероприятиям, которые проходят в нашем городе, может приравняться к 8 марта О том, какой праздник получился для ребятишек с ограниченными возможностями, мы расскажем в нашем сюжете 25 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе прошел праздник для детей с ограниченными возможностями Мероприятие было посвящено Дню Матери Организовали его Десногорское общество инвалидов и Совет солдатских матерей Поздравить всех пришла начальник отдела по социальной защите населения Злата Бриллиантова Мне прежде всего хотелось бы поздравить всех мам с этим замечательным праздником Потому что мама – это одна из самых трудных профессий в нашей жизни Мама – это всегда доброта, это всегда участие в любых ваших проблемах Это всегда наше счастье, это наша семья Организаторы пригласили целую группу аниматоров Они устроили для детей веселые викторины и конкурсы В процесс были вовлечены все Все с одинаковым азартом участвовали в соревнованиях А мыльные пузыри вызвали неподдельный восторг Все мамочки получили подарки Современная система дошкольного образования требует от воспитателя высокой профессиональной квалификации Он должен быть не только педагогически грамотным, но и творческой личностью В детском саду Теремок воспитатели провели мастер-классы для своих коллег Светлана Павловская научила педагогов без ножниц и иголок создавать различные фигурки для игры с детьми А Татьяна Карпеченко продемонстрировала нетрадиционные техники рисования При помощи песка, красок и клея Благодаря мастер-классам педагоги узнали много нового И подчеркнули интересные идеи для работы с детьми День матери учрежден в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября Цель праздника – поддержать традицию уважительного отношения к женщине Отметить значение главного человека в нашей жизни – матери В этот день в зале городского центра досуга не было свободных мест Зрители стояли даже между рядами Каждый год День матери в Десногорске отмечается очень широко Наряду с празднованием 8 марта С приветственным словом к зрителям обратился глава города Андрей Николаевич Шубин Поздравил всех женщин с праздником и пригласил на сцену многодетных матерей Которые получили почетный знак «Материнская слава» имени Анны Гагариной От губернатора Смоленской области Глава города вручил им цветы и подарки Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Днем матери Примите слова признательности, любви и уважения Желаю вам огромного материнского счастья Крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача Вернутся вам заботой и благодарностью ваших детей Творческие коллективы центра досуга подготовили праздничную концертную программу А между выступлениями коллективов зрители могли посмотреть видеопоздравления от детей Она хорошо тебя любит, она о тебе заботится И то, что она всегда-всегда тебе придет на помощь и никогда тебе не откажет Очень понравился концерт, дети просто чудесные Все коллективы интересные, настолько красочные костюмы И вообще наши руководители стараются делать все возможное для нашего города Очень талантливые у нас детишки в городе Очень приятно на них смотреть И весь концерт, знаете, пронизан чувствами, чувством к маме День матери – это такой день, который нужно праздновать Я считаю, не меньше, чем день рождения И такие концерты как раз помогают развивать это День матери – это праздник вечности Ведь из поколения в поколение для каждого самым главным человеком в жизни остается мама Это все новости на сегодня